Ну что ж, всем привет, доброе утро. Хотя сейчас уже день на самом деле, но тем не менее, погода шикарная сегодня, конечно. А, кстати, я не помню, где мы с вами попрощались в последних видео, но сейчас я нахожусь на Бали, в Убути. Вот мой шлем, зацените. Классно это я сам сделал. Раскрасил замазкой. Получилось, как в Аватаре. Прикольно, короче. В общем-то сегодня мы, я и Маргарита, которую вы скоро увидите, отправляемся на поиски приключений, как обычно. Едем мы на север острова в Бали в место, в район, который называется Лавина. Ни разу я там еще не был. Хотя, если вы посмотрели бы на мою карту отмеченных мест, где я побывал, вы бы точно офигели. Вот. Остались, однако, еще не исследованные края этого прекрасного острова. Поэтому вот, собственно, вещи. У меня рюкзачок. А Маргарита еще рюкзачок небольшой есть. Короче, едем в Лавину на несколько дней. Насколько точно, пока не знаем. Посмотрим. Отель еще не бронировали. Вот. Хорошо, что байк заправлен и погода хорошая. Короче, начинаем приключения. Вот он мой байк. Скупи. На нем мы поедем. А вот это Маргарита. Привет. Привет. Так. Вообще, план следующий. Хотел забрать посылку стокопедии, но ее какого-то хрена привезли не по адресу. И она два дня назад уже находится непонятно где, где-то там в центре Убуда. И сейчас мы туда поедем, чтобы ее найти. А ищем мы ее по координатам, которые указаны на фотографии, которую делает курьер, когда привозит посылку. Короче, какая Санта-Барбара опять начинается. Непонятная. Вот. Ну, возможно, это я что-то там неправильно в настройках показал, но это маловероятно. Короче, едем, забираем посылку, а потом на север. Let's go. Ура! Нашлась посылка. Давай ее сюда. Спасибо. Давай, давай. Я ее уже три дня жду, пока она меня найдет или я ее найду. Пришла она почему-то на старый адрес, не актуальный. Не знаю, как так получилось. Но факт в том, что они здесь. А что внутри, я покажу вам еще попозже. Там очень интересная штука. У нас вынужденная обстановка. Ой, остановка на пит-стоп. Уже знаем это местечко. Катались тут недавно. Кстати, я вам не рассказывал, но в прошлый раз, когда мы ездили на север и снимали сюжет про заброшенный отель, если это можно так назвать, конечно, у меня сперли шлем. Представляете? Украли, украли, украли мой желтый классный full face шлем прямо на парковке. Ну, я не видел этого, конечно. Просто как раз таки возле того отеля. Мы к нему возвращаемся. В смысле, к байку. Давайте едьте отсюда уже, туристы. Какие шумные мотоциклы. Я рассказываю про то, как шлем сперли. Короче, мы возвращаемся на парковку возле того отеля, а шлема нет на байке, который я оставлял. Сперли. Я, в принципе, был к этому готов. Рано или поздно наверняка это случилось бы. Потому что на Бали это частая тема. Вот это вид на заброшенный отель, в котором мы были. Мы, на самом деле, очень высоко находимся сейчас. Практически в облаках. Вот облака на нашем уровне. Чуть-чуть повыше. А сейчас мы идем в Бали Стравбери Farm and Resto. Короче, это какой-то ресторанчик, про который знает Маргарита. Вот. Но я пока не в теме. Сейчас будем узнавать. Тут, короче, клубничное меню. Все с клубникой. Тут внизу у них есть вот такие столики с верандами. Мы сейчас здесь будем сидеть. И есть клубничные всякие ништяки. Такая желтая. Прикольнее. Прикольнее. О, точно. Давай прям тут садим. А вот там внизу растет клубника в теплицах. Смотрите, она такая закрыта прям специальными всякими лентами. Короче, ферма конкретная. Реально клубничная. Максимально клубничная смесь. Аж киношный профессионализм поражается. И так, и ся, и с этого, и с того. Сейчас еще клубничный панкейк приедет. Вот он блинчик с клубникой. Давайте его попробуем. Вот эта, правда, штучка меня смущает. Какая-то розовая жвачка. Все-таки, когда сидишь на клубничной ферме у Димуха, рассчитываешь на натуральные клубничные ништяки. Неплохо. На, попробуй. Вот в этом блинчике была вот эта розовая шняга, про которую я уже говорил. Вот она там реально лишняя, вообще невкусная, ужасная, химозная. А вообще, фишка ресторанчика, ну, вы уже поняли, что он клубничный. Вообще, вот в этой территории, где мы сейчас находимся, как бы принято выращивать клубнику. Наверное, климат соответствует. Он все-таки в горах. Тут, типа, прохладнее. Я не разбираюсь, честно говоря, в клубничных садоводствах. Ну, короче, здесь повсюду клубничные фермы, и везде на каждом шагу продают клубнику. И мы приехали кататься на чертовом колесе в парке аттракционов на вершине гигантской горы, которая, как мне кажется, называется Братан. Хотя я, опять же, не уверен. Но где-то здесь она точно есть, эта гора. Ну, пойдем наверх. Билетик, кстати, стоил 18 тысяч на человека. Ну, их два, две тысячи за парковку. Такое вот чертово колесо. Большое. Никто тут не катается, кроме нас. Так. Надо кого-то найти, наверное, кто нас туда посадит. Смотрите, здесь на территории есть целая карта. То есть это, оказывается, какой-то большой парк. И вот можно здесь погулять. На колесо мы так и не сели, потому что там никого нет сейчас. И вообще я, на самом деле, немножко не догнал. Может быть, это плата за вход была. Потому что на билетах написано типа «интеранс тикет». Может быть, сами аттракционы. На них нужно искать какие-то отдельные билетики, наверное. Как-то странно. Аттракционов много, а персонала нет здесь. Вот здесь внизу есть надпись, что открывается это всё 20 декабря. Ну и, наверное, имеется в виду аттракционы. Неужели они сейчас не работают? Как-то непонятно. Вот есть домики. Издалека кажутся очень симпатичными. А по факту... Даже кривые зеркала какие-то здесь присутствуют. Ладно, я думал уже они совсем пустые. Ясно. Видимо, это какие-то павильоны в будущем. Потому что, я так понимаю, парк на реконструкции. Хотя об этом никто не предупреждает вообще на входе. Короче, это просто типа декоративный кусок стены. А сзади просто каркас. Но будут, видимо, какие-то павильоны для аттракционов. 20 декабря всё это будет открываться. Ну что-то, как будто бы не верю я в это. Потому что 20 декабря очень скоро. А у них тут вообще ничего не готово, я бы сказал. Ну что, есть. Ладно, это смешно. Ты выглядишь смешно. И я тоже. Прикольно. Мы как будто ниже и голова у нас огромная. И глаза тоже можно вытягивать. Смотровая площадка. Со стеклянным полом. Угу. Фух. Что-то я подустал ходить. Вообще тут на высоте тяжеловато. Передвигаться на ногах. Уже не в первый раз замечаю. Вот такой этот стеклянный пол, зацените. Ой, ну кстати. Ничего так иллюзия, прикольно. Здесь довольно высоко так-то. Это защита от детей. Точнее, для детей. Не надо шаффл танцевать тут. Давай завязывай, она трясется. Мне страшно. Серьезно, трясется сильно. Фух. О, там еще прогулочная есть тропа. Высоковастенько. Пойдем посмотрим, что там. Не жалят смертельным ядом. Серьезно? Не все, мне кажется. И голову потом откусывают. А слабой его потрогать. Потрогай богомолу. Ну-ка. Он выглядит агрессивным. Давай потрогай. О, какой смотри. О, блин. Это он лапы так сложил что ли получается? Угу. Как будто типа воротник раздул. Угу. Вот оно. Колесо. А, завтра они работают. Интересно, конечно. Хреновое вот это отношение. Мне не нравится такое. Херня какая-то. Поболтали мы немножко с кассиршей, объяснили ситуацию, что как-то некрасиво получается. Что закрытие был еще час, а аттракционы уже не работают. В итоге нам ручкой исправили билетик на завтра. И сказали, что, ну мы договорились так, что завтра, если что, мы можем сюда вернуться и бесплатно войти. Ну, вообще далековато, конечно, будет, так что посмотрим. Ладно, поехали в ресторан заряжать телефоны и скачивать booking, потому что уже темнеет, надо бы искать accommodation. Вот там озеро. То самое озеро, которое видно на картах, оно огромное. И мы прямо возле него. Класс. Вот, зацените видок. Класс. Даже видно вот облако. Совсем близко. Вот озеро. Офигеть, как красиво. Это озеро называется Данао Буян. Примерно так. Я его, кстати, ни разу и не видел, мне кажется. До сего момента. Хотя на север уже ездил разок. Но немножко не в ту сторону. Ну что, обедываем, а точнее ужинаем. Мы в лавине. Можете нас поздравить. Нелегким был путь сюда. Ехали мы долго. Потом еще целый час с этой горы спускались. В итоге доехали. Кружились здесь еще. Минут сорок. Туда, сюда. Чуть в другой город не уехали. В итоге вернулись. Теперь мы точно в лавине. В ресторанчике под названием Варунг Айю. Айю, кстати, это балийское имя. Женское. Заказали здесь себе пиццу, грибной суп, сок банановый смузяо и мии-горенг. Да, хорошо, что здесь, кстати, есть розетки. Заряжаемся. И только что на ноуте я забронировал нам жилье. Поэтому не пропадем, как говорится. Сейчас поедим. И в отель. Так, в общем-то мы доехали наконец-то. Заселились в отель. Вот так выглядит комната. В принципе, ничего особенного. Прикольно, что есть диванчик, что редкость для балийских отельчиков. Есть телевизор с Нетфликсом, как нам сказали. Сейчас я еще буду... Давайте сразу проверим, тут есть вход в аккаунт. Или нужно... Похоже, что есть. Вот, смотрите, там профайл. Все, значит, сейчас будем смотреть. Нетфликс. Че, шкаф, кровать, холодильник. Всякие приколюхи. И гвоздь программы, конечно, и мечта всех Маргарит, как мне кажется. Это ванна. Вот есть ванна. Вот такой вот умывальник. Ну и унитаз. Вот. Ванна прикольная, кстати. Я, можно сказать, выбрал этот номер, исходя из ванны. Кстати, вообще стараюсь обычно выбирать какие-то номера по фоткам именно ванной, потому что это, типа, показатель, знаете, такой чистоты, ремонта и все такое. Ну, короче, да. Все, сейчас будем кайфовать, отдыхать. Уже ночь на дворе, там темно, вы не представляете даже, наверное. Дорога была долгая сегодня, весь день мы ехали сюда, получается, в лавину. Вот, это самый север острова Бали, можно сказать. Класс. Короче, увидимся с вами. Увидимся.